О самых сложных и интересных вопросах суперигры Викторины Тюменской осени поговорим с моими гостями. Сегодня в студии Наталья Воинова, историк, краевед, председатель Общественного совета при Департаменте культуры Тюменской области. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Вот только что мы посмотрели сюжет об одном из вопросов Викторины, который заставил зрителей задуматься. А как считаете, вопросы, которые звучали в суперигре, они действительно настолько сложные? Или, по вашему мнению, каждый тюменец должен знать о них ответы? Ну, должен, наверное, это не совсем правильно. Хотелось бы, чтобы каждый житель своего региона знал бы свою историю вот этого места, где он живет. Это все равно, что знать историю своей семьи. Ведь не зная ничего, ну, как человек может ориентироваться вообще в пространстве? И вопросы сложные или простые зависят от того, что человек вообще подготовлен на это отвечать. И надо сказать, что у нас вот наш край чем славится-то? Что, когда люди сюда приезжают, вот приезжие интересуются больше историей, чем как бы коренные жители, которые считают... Я почему говорю «как бы»? Я не люблю это слово. Вот как называть настоящие коренные жители или нет, если они не знают вообще, где они живут, и что значит Тюмень? Такая странная закономерность. Да, вот такое есть. А кто приезжает, он сразу говорит, а куда я попал? Почему эта улица так называется? И вообще кто это? Со мной была такая история. Так и есть. А, кстати, насчет простых и сложных вопросов. Вот в первом туре действительно вопросы были несложные, даже такие с чувством юмора. Например, как расшифровывается аббревиатура КПД в Тюмени? Это коэффициент полезного действия или крупнопанельные дома? Ну, тут понятно, за такие ответы давали печенюшки, различные сладости. Вот для того, чтобы приз получить покрупнее, во втором туре уже одного чувства юмора было недостаточно. Нужны были точные, конкретные, довольно глубокие знания. А вот где эти знания получить в школе? Дают ли их, учат ли этому в университетах? Ну, насколько я знаю, сейчас в школе краеведения оно идет, видимо, спецкурсами или какими-то разовыми мероприятиями. По случаю, поскольку День города у нас летом, то проходят викторины в наших библиотеках. Просто городская библиотечная система, очень мощная областная библиотека, они проводят постоянное мероприятие, посвященное истории края. И учителя, конечно, этим пользуются. Вводят туда детей, и дети сами интересуются. Но можно читать. Краеведческая литература у нас есть, но она издается не очень большими тиражами. И она очень сразу же уходит из магазинов, ее раскупают. Это здорово, что пользуются спросом, у людей есть интерес. Конечно. Это на самом деле важно. Вот потому что эти вопросы, они очень крутые, интересные, необычные. Ведь недостаточно знать просто ответ, хочется углубиться в причины. А вот мне интересно, вы сами участвовали в викторине? Нет, конечно. Нет? Нет. Это потому что вы знаете ответы на любой вопрос, и чтобы... Нет, ну все знает только Бог. ...давать шанс всем остальным. Ну, просто это будет нечестно с моей стороны. А вот если честно, какие-то есть вопросы, на которые бы вы затруднились ответить? Ну, там какие-то технические были вопросы, вот как я слышала. Просто я бы, наверное, не смогла ответить, с чего состоит порох. А вот просто меня это никогда не интересовало, и зачем я должна знать. То есть история химии – это разные вещи. Да, конечно. На мой взгляд, на некоторые вопросы можно было ответить, просто действуя интуитивно, либо включая элементарную логику. Вот, например, один из вопросов звучал так. Какое памятник литературы 17 века повествует об опустошительных набегах на Тюмень? Повесть о городах Тарии и Тюмени или сказание о Москве? Вот, на мой взгляд, ответ очевиден. Очевиден. Это повесть о городах Тарии и Тюмени, но ведь этого мало, хочется знать больше, углубиться. Например, что это был за набег, во-первых, каковы его опустошительные последствия, кто автор, наконец, этого произведения, расскажете? Ну, конечно, такие вещи, как набеги. Это всегда потрясало и современников, и, в общем-то, и потрясает, наверное, и нас, когда мы читаем, что вот деревянные города, то есть у нас же срубы были деревянные, и ображдения, эти стены не кирпичные, и разрушить их, и поджечь очень просто, и людей в полон взять тоже легко. Мужчин убивали, которые оказывали сопротивление женщин, детей, но ремесленников, правда, водили в полон. Это степные жители, это кипчайки, это вот как угодно они называются, в общем, степники. Они нападали, естественно, на русские города. И, в общем-то, очень жестоко это все происходило, рубились металлическим оружием, холодное, конечно, было оружие. И увели в полон очень много людей. Их потом пытались выкупить родственники. Вот Ара и Тюмень, они, собственно, это форпосты нашего российского государства. То есть Россия, она в Сибирь пришла, собственно, мирным путем, осваивались новые земли. Земель много в Сибири, всем бы хватило. И, собственно, были вот такие вот прецеденты, когда вот нападали. Очень жестокий это был набег. Написал современник, написал в монастыре. Вот, и эта вот летопись потом была найдена в государственном архиве. То есть это, конечно, потрясающе. Но все города нападали, нападали на Чердынь, нападали и в Центральной России. Почему построены крепости? Эти же Кремли, вот, Центральной России, это крепости, которые обороняли подход к Москве. Вот, и вступали в бой вот с теми захватчиками, которые пытались. Зачем это захватчики? Чтобы ограбить, чтобы забрать себе деньги, увезти к себе людей лучших, красивейших женщин, лучших мастеров, и унести драгоценности, то есть обыкновенные разбойники. То есть Тюмень была зажиточным городом, и там было чем поживиться. Конечно, здесь скапливался ИСАК, то есть тот налог, который потом везли царю, это и пушнина, и деньги, то есть он собирался всей Сибири. Степники знали, куда шли, потому что в каждом городе, в том числе и в Тюмени, обязательно был предатель, вазутчик, который говорил степнякам. Треанский конь, да? Да, вот такой вот конь, который наводил вот такие разбойничьи войска. А потом они, бизнес такой был, выкупать тех, кого уводили к себе в полон. Водили, там 10 лет они могли быть в плену, и меньше у нас тут. Был такой прецедент, что брат выкупал брата, а потом отлил колокол в старую, за то, что он помог ему спасти брата и выкупить из полона, что он выжил все-таки в том плену. То есть, говоря современным языком, для подрастающего поколения это триллер с элементами боевика, с элементами детектива, может быть так, да, мы сможем кого-то заинтересовать. А в каком жанре было написано это произведение? Просто повествование, хорошим древнерусским языком, где спокойно, абсолютно без эмоций. Вот пришли якутати в ночи, и стали они грабить, и стали они поджигать, и стали убивать. То есть, очень понятным таким, вот язык летописи, вот если его читать без адаптации к современному языку, он больше впечатляет, чем вот уже переведенный на наш современный язык. Ну вот если мы сейчас скажем, пришли как воры в ночью, ну это звучит очень уж так прозаически, а как таки в ночи, вот, тайно. Ну, эмоционально, сразу образно, да, это все рисуется в голове. Да, конечно, потому что у каждого времени свой язык, ну, собственно, люди-то те же. Кстати, насчет человеческих слабостей, вот есть такие вопросы в этой викторине, которые заставляют углубляться. Это похлеще сериала, по-моему, какого-нибудь бразильского, вот, например, про царскую невесту, про косимовскую невесту. Был один из вопросов, это удивительная история. Ну, через Тюмень прошли четыре царские невесты, ну, самая, наверное, вторая невеста, это Ефимия Всеволожская. Уточним, которую сослали. Ну, сослали всех четверых. Очень трагическая история. Мария Хлопова, невеста Михаила Федоровича, то есть несбывшиеся будущие царицы. Интригами бояр, они были опорочены, они были оклеветаны и сосланы, естественно, в Сибирь. Ну, вот, невеста Михаила Федоровича, невеста Алексея Михайловича, Ефимия Всеволожская, дочка симовского дворянина, ну, и две невесты Петра Второго, ну, о них мы не говорим. Ну, это история великой любви, которая у трона, ну, как-то ей не место. Там всегда играет роль политика, то есть рациональный расчет, то есть что принесет эта царица, каких родственников она приведет к престолу, вот, и что будет, как бы, какая выгода в окружении царя. А царь-то был молодой, ему было всего 17 лет, Алексею Михайловичу, и когда ему смотр невесты представил, его дядька... А по любви женится не может ни один король. Очень редко, исключительно, можно по пальцам сосчитать одной руки, сколько раз по любви женилось, так сказать, первое лицо любого государства. Вот, и когда дядька царя Алексея Михайловича, Борис Иванович Морозов, представлял ему невест, двух она ставила напоследок, двух сестер, на одной из которых он думал, у кого царь выберет, на второй я женюсь и буду родственником царю. Ну, собственно, что и произошло через два года. А тут Алексей Михайлович увидел Ефимию Всеволожскую, она была, видимо, девушка очень изаурядная, и внешность у нее была какой-то такой шарм, то, что называется. Потому что все наши девушки были красивые, представлены, разумеется, из двух тысяч выбрали шестерых. Вот, и представили царю-то на глаза-то, вот уже окончательный выбор был, такой кастинг. И когда он ее увидел, вот на того она сразу пленила его сердце, ну, бывает, любовь, как молния. И он ей сразу подарил свой пласток и кольцо, то есть знак того, что он выбирает ее. Вот тут вступили в ход интриги, вот, потому что у нее-то больше не было, у нее-то сестры не было, вот, и поэтому жениться-то было больше не на ком, и Борис Морозов начал интригу очень сложную. Стали ее заплетать, так ее заплели, что она упала в обморок перед глазами царя, сказали, о, так у нее подучая эпилепсия, так называлось. И осудили, да, в государственной измене. Да, осудили больную, подсунули отца ее на дыбу, и в тюмень воеводую. Наталья Васильевна, тут у нас, как в хорошем сериале, на самом интересном месте серия заканчивается. Друзья, если вы хотите узнать, чем продолжилась и закончилась эта история, обязательно найдите эту информацию. Уверена, будет интересно. Огромное вам спасибо за такую потрясающую беседу.